Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Каким выдался учебный год для самарских образовательных учреждений и как организована летняя оздоровительная кампания? Об этом говорим сегодня и в нашей студии руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Если у вас есть замечания по работе школы, а также предложения, может быть и благодарность педагогам, также сообщайте нам об этом. Здравствуйте, Лилия Викторовна. Здравствуйте. Прежде всего предлагаю начать с итогов. Все-таки год учебный только завершился. И интересно, по каким критериям подводятся итоги? Вот как оценить эффективность образовательного процесса? Как понять, удался учебный год, хорошо, завершился или нет? Ну, вы знаете, несмотря на то, что мы все время говорим, что у нас новая школа, новое образование, но итог года всегда один. Это результаты учебной деятельности. Это, конечно же, то, что всегда с удовольствием, либо наоборот, с внутренним смущением подсчитывают и учителя, и родители, и заместители директоров. Это количество отличников, хорошистов, неуспевающих. Это, конечно, большое внимание к одиннадцатым классам, с каким результатом они пришли сейчас к единому государственному экзамену. Все ли готовы эти пороги преодолеть? То есть такие итоги еще подводить рано, пока не определились лидеры? Ну, рано для одиннадцатых и девятых. Для одиннадцатых и девятых рано, да. У нас вот сегодня только пришли первые результаты по литературе. Буквально вот горячие, так сказать, перед тем, как я в студию вошла, пришла эта новость. Приятные очень для нас. У нас сегодня девять стобальных результатов по литературе. Ну, с учетом того, что только триста с небольшим детей сдавал литературу, это предмет по выбору, но это хороший результат. У нас такой цифры по литературе в предыдущие годы не было. А лично для вас, как для руководителя образовательной системы, города, каким был этот год? Вот что вы можете вспомнить, отметить? Каким был этот год? Вы знаете, год был очень, ну, наверное, простых не бывает, да? Хотела сказать, год был непростым, но в то же время год был очень творческим. Потому что было очень много новых таких идей, которые вот буквально на наших глазах воплощались и становились реальностью. Это, ну, те новые приоритеты, которые мы обозначили для руководителей. Это внимание к инженерно-техническому направлению, внимание к естественно-научному образованию. И во многих школах в этом году здесь произошли очень серьезные подвижки. Это сеть дополнительного образования, которую мы тоже хотим, стараемся вывести на новый уровень, потому что новые федеральные стандарты, да, диктуют нам внеурочную деятельность. И она, конечно, должна быть увеличена. Это, конечно, 70-летие победы, которые для школ города, мне кажется, стали, ну, как и для всей страны, да, совершенно грандиозным событием. И это еще, ну, очень важный для меня, как для руководителя, наверное, итог, то, что несмотря на вот какие-то трудности кризиса, мы не потеряли нисколько в бюджете финансирование, город, городская администрация. В этом смысле тоже приоритеты эти видит, понимает. И мы в этом году и на ремонт школ, и на какие-то другие нужды не уменьшили не только ни на копейку, а даже еще и увеличили объемы финансирования. Это тоже, конечно, очень хороший итог. Вот наступило лето, буквально какой-то четвертый сегодня день летний. Что это значит для школ? Вот какая пора в школах сегодня начинается? Ну, пора очень горячая для нас. Казалось бы, учебный год закончился. Ну, особенно июнь. Особенно июнь, потому что, во-первых, идет в полном разгаре сейчас итоговая аттестация. Девятый, одиннадцатый классы сдают государственные экзамены. Во-вторых, у нас 161 лагерь с дневным пребыванием. Это означает, что в городе, на наших базах школ, учреждений дополнительного образования сейчас находятся дети начальной классы. Не так, как они находились когда-то, до обеда, да? А с утра и до вечера, с обедом, с дневным сном. Это тоже, конечно, большой объем, в общем-то, работы. Их надо занять, и надо сделать так, чтобы, придя в школу, они не чувствовали, что вот у них продолжение какого-то учебного процесса. А что это совсем другое, это лагерь. И здесь предстоит тоже и учителям, и детям, ну, много новых открытий. Мы думаем, что они их совершат, конечно, в течение этого времени. Это, конечно, большая наша забота за городные лагеря. Их у нас семь в системе образования. У нас есть еще городские лагеря и в системе опеки и попечительства, и в системе спорта. И они тоже заполнились детьми. А есть какие-то различия между системой спорта и соцзащиты, и образовательного лагеря? Какая разница? Ну, разница, наверное, со спортом разницы нет у нас никакой. Финансирование такое же. У опеки и попечительства там немножечко другой подход к бесплатным путевкам. Их надо родителям по заявочному принципу эти путевки передать. А наши лагеря, это профильные лагеря. И происходит такая, у нас в году есть такая программа, когда преподаватели дают некий такой на конкурсной основе свою программу профильной смены. И вот все, кто в этих программах участвовали, победили, представили свой профиль, те со своей смены, со своей командой заехали сейчас у нас по графику в эти загородные лагеря. Это смены спортивные, это смены эстетические, это смены журналистские, это смены экологические. Это смены туристические, туристико-краеведческие. То есть это вот тоже продолжение своего рода образования, но, конечно, не в форме урока. И учитывается желание детей, и именно вот в свой профиль, который ему наиболее интересен, он направляется. Они уже существуют по интересам, эти группы детские. В школах существуют, существуют в учреждениях дополнительного образования. А кто может туда попасть? Вот вы сказали, семь лагерей. Ну, не все туда желающие, наверное, могут попасть. А как вот производится отбор? Ну, работа происходит заранее, и у нас все школы, все наши школы искусств, вообще образовательные школы, центры технического творчества, они все заранее смотрят и формируют эти смены, предлагают ребятам, смотрят по интересам. Если это школа с углублением, то это часто продолжение углубления. Например, есть биология и химия в школе углубленно, формируется там экологическая смена, туристско-краеведческая смена. Если это эстетический цикл, здесь понятно, здесь это дети поющие, танцующие, есть театральная смена, да, где театральные коллективы собираются, есть лидеры школьного самоуправления, они едут, есть волонтерские отряды. Да, вот это что-то новое, я вот вы говорите, я вспоминаю свое советское детство, действительно пионерские лагеря, но когда вот вы назвали волонтеров и еще лидеры, то это уже вот новое, то, что появилось в последнее время. Ну и это действительно очень объединяет детей, позволяет познакомиться команде из одной школы, с командой из другой, это, ну, при наших сейчас возможностях интернет-проектов различных, да, дает возможность вот завязать это общение, потом оно переходит и в сеть, и на общение уже в учебном году и так далее. Мы, конечно, это поддерживаем и в течение года, потому что у нас и та же лига волонтеров, часто достаточно собирается тот же школьный парламент, у нас собирает лидеров школьных самоуправлений из других школ. То есть это такие детские объединения, неформальные, по интересам, которые в течение года они уже формируются, поэтому вот вопрос, как, так сказать, попасть, это происходит, ну, по логике, как бы, нашей школьной жизни. Ну, тем более, смен-то несколько, да, дети меняются. Да, по шесть смен в каждом лагере, по 300, по 400 человек у нас совмещает наш, ну, средний лагерь. А какие задачи ставятся перед педагогами, которые остаются вот в пришкольных лагерях? Потому что вот, как вы уже сказали, что должно быть разнообразие, вот ребенок весь год ходил в школу и опять идет утром в школу. Вот какие задачи ставятся перед педагогами? Ну, конечно, главная наша задача, первая наша задача такая, она, знаете, социальная, позволить все-таки родителям спокойно работать, да, спокойно работать, что их дети присмотрены, что они в это время находятся не просто под контролем взрослых, но еще и проходят определенную тоже такую развивающую программу. Конечно, я давно уже говорю об этом, что на сегодняшний день вот создание городской среды, ее вот такое усовершенствование позволяет и педагогам, и директорам по-другому организовать летний лагерь, потому что практически сейчас около каждой вот такой вот группы школ есть парки, есть хорошо оборудованные скверы, прибавилось количество детских площадок во дворах, да, библиотеки по-прежнему работают районные, в отдаленных городских микрорайонах есть сейчас, открылись дома культуры, и они все с нами взаимодействуют. Вот когда такая вот программа составляется, работа летнего лагеря, конечно, есть и ресурсы школы, школьная площадка, понятно, какие-то фильмы, да, там конкурсы рисунков, ну, то, что можно сделать на своей базе, но обязательно ежедневно должен быть выход, это выход на самые разные городские площадки, все с нами взаимодействуют, все понимают эту важную задачу, чтобы детям было интересно в лагере. Я хочу напомнить, телефон нашей студии, 202-11-22, мы работаем в прямом эфире, поэтому если у вас есть вопросы к руководителю департамента образования, звоните, задавайте их, а также сообщайте о самых ярких впечатлениях уже закончившегося учебного года. Может быть, вы захотите поблагодарить своего учителя, это тоже будет приятно. И вот сейчас сразу уточню про территориальные вот такие, даже не знаю, пункты, где дети задействованы летом. На каком вот принципе они основаны, какие дети, из каких школ, на принципе, наверное, территории, да, вот. Территориальные пункты это что? Ну вот это вот подростковый клуб, а лагеря, вот детские, но уже на территории микрорайона. Есть еще и подростковый клуб, да, конечно, это еще одна форма отдыха. Потому что не при школах, а вот на территории. Да, это еще одна форма отдыха, это отдых, который организуют подростковые клубы. У нас достаточно много подростковых клубов, они есть в каждом микрорайоне. Они являются структурными подразделениями либо школ, либо учреждений дополнительного образования. И вот их задача – организовать летний отдых тех детей, которые уже не могут по возрасту ходить в летний лагерь, потому что летний лагерь при школе – это все-таки для начальных классов. Но есть масса подростков 6-й, 7-й, 8-й класс, которые еще не настолько взрослые, чтобы родители полностью доверили бы им свободное время проводить, как им захочется, но и уже достаточно взрослые для того, чтобы все-таки где-то не быть в городе коллективно задействованным около школы, в школьном дворе при учителе. Вот для таких детей в подростковых клубах тоже открываются вот такие специальные летние смены. И с учетом летних каникул они работают уже по другому графику. То есть они работают уже и в дневное время, они работают и в выходные дни. У них предложения тоже различные есть для детей и в самом клубе внутри. И, конечно, это организация каких-то мероприятий во дворе. Потому что в основном у нас подростковые клубы все располагаются на первых этажах жилых домов. И это некая вот такая, ну, организация жизни во дворе, так скажем, все-таки под эгидой взрослых, под эгидой педагогов. А вот эта форма, она востребована? Да, безусловно. Потому что вот... Ну, это вот для определенного возраста она востребована. Они, во-первых, организуют какие-то спортивные матчи на дворовых площадках, потому что здесь нужна какая-то все равно минимальная организация, чтобы дети, которые просто вот бесцельно, так сказать, болтаются по двору, чтобы им вынести мяч, чтобы создать команду, чтобы свистнуть, так сказать, в свисток, да? Ну, конечно. Вот. И чтобы, например, сделать какую-то концертную программу на сцене, на дворовой. Чтобы сделать какие-то такие, ну, самые простые, элементарные, веселые старты. Чтобы во время дождя открыть двери подросткового клуба, пригласить туда. Там можно поиграть в шашки, в шахматы. Совместно девочки могут рукоделием заняться, да, под руководством педагога. То есть, конечно, эта форма, она такая, ну, она не дает такого стопроцентного охвата, да, она и необязательная. Но это именно для тех детей, которые, выходя во двор, получают вот какой-то, так сказать, импульс для организованной деятельности. К нам поступают первые вопросы. Светлана интересуется. Обещали в 79-й школе поставить окна. Поставят ли в этом году? Ну, я думаю, что если обещали, то поставят. У нас сегодня, я знаю, что на прошлой неделе был Владимир Иванович Бачков в этой студии, да, заместитель как раз, который занимается ресурсами, капитальными ремонтами. И я много не буду повторять, но просто скажу, что нам в этом году увеличили финансирование по капитальным ремонтам. И обещали, это означает, что включили, видимо, в титульный список. Все учреждения, включенные в титульный список, все уже деньги получили. Сейчас идет процедура разыгрывания торгов, определение подрядчика, который будет делать эту работу. Ну, у каждой школы она своя. И будем ждать конца июня для того, чтобы мы могли приступить к работам. Мы возьмем на контроль, конечно, обязательно еще. Кстати, вот Владимир Ивановичу тогда поступил звонок и сообщение о том, что с родителей собирают деньги на капитальный ремонт. Вот он тогда не смог как-то прокомментировать, сказать, насколько это вообще юридически обосновано, вот такие требования. Как быть в таких ситуациях, если с родителей вот просят суммы на проведение ремонта? Мы уже очень много раз, я говорила и с этого экрана, и в других ситуациях родителям, еще раз повторю, что это абсолютно сугубо добровольное дело. Что очень часто действительно родители инициируют, сами они инициируют. Я не буду лукавить возможность подачи классного руководителя. Да, инициируют, ну, какие-то ремонтные работы. Часто это звучит, давайте в кабинете поставим окна, давайте заменим парты и так далее. Я всегда говорю родителям, что к этому надо подходить очень разумно. Во-первых, самим внимательно еще раз посмотреть, насколько необходимо вот те действия, на которые их подталкивают. Которые их вовлекают. Потому что очень часто бывает, что есть группа инициативных родителей, достаточно обеспеченных, которым просто, ну, нравится. Если пришли, хотим новые парты, а вполне возможно, что это совершенно в нормальном состоянии находятся парты. Здесь, конечно, должна быть вот внутренняя четкая позиция самого родителя. Я готов помочь в школе или не готов? У меня есть эти деньги или у меня их нет? Здесь принцип абсолютной добровольности на первом месте и на втором месте принцип прозрачности. То есть обязательно родители должны понять, на что пошли эти деньги. Перед ними обязательно должны отчитаться, они вправе потребовать этого отчета и с руководителя. Ну и третий принцип, это, конечно, это должен быть расчетный счет. Это не должно быть хождение наличных денег. Да, вот в конвертах. Понятно. И хотелось бы уточнить, как совмещается вот эта пара ремонтов, которая проводится в летнее время, вот с той оздоровительной компанией летней, тоже широкой, которая тоже проводится как раз вот в этот период. Вот как все это происходит? Ну, конечно, мы оставляем время школам для того, чтобы они подготовились к новому учебному году. Поэтому лагеря дневного пребывания, они существуют только в июне месяце. Ну, и это существует на протяжении многих-многих лет. Мне кажется, даже когда мы с вами были детьми, то это тоже были вот такие летние лагеря на июнь месяц. Потом в июле-августе дети уже формы отдыха, им родители выбирают. Лагеря загородные работают до 31 августа, также и по месту жительства клуба все работают. А, конечно, школа в июле должна заниматься подготовкой к новому учебному году. В июле и в августе двух месяцев обычно бывает достаточно. Ну, вот самые такие крупные наши ремонты бывают на 4-5 миллионов рублей в течение вот этого летнего периода. Ну, я не беру такие большие капремонты, а вот частичные, когда меняем, например, ограждение, пищеблок ремонтируем, актовый зал, входную, может быть, зону, может быть, где-то на этаже меняем покраску. И, конечно, существуют и мелкие косметические ремонты в кабинетах. Вот здесь родители очень активно себя обычно проявляют, особенно начальные классы. Здесь нужно противопожарные все требования выполнить, потому что за год тоже немножко сигнализация, время от времени, да, начинает барахлить, и огнетушители надо перезарядить. Конечно, на все на это нужно тоже время. Нужно тщательнейшим образом провести генеральную уборку пищеблока. Поэтому, конечно, здесь летняя кампания уже существует за воротами школы, начиная с июля месяца. Следующий вопрос от Анатолия Валентиновича. Школа 114. Здесь отсутствует спортивная площадка, нет ворот для футбола. На площадке школы рядом работают малые предприятия, военные разрушенные предприятия. Возможно ли расширение за счет разрушенного здания и сделать здесь спортивное учреждение и на улице футбольное поле? Вы знаете, вот меня так радует, что родители сейчас очень активно включаются в процесс, процесс не только отслеживания образовательных результатов ребенка, но и его досуга и спорта. Вот действительно стал очень популярным тема здорового образа жизни, спорта. И предложения по спортивным площадкам просто стали повсеместными. Вы знаете, я обязательно вот тоже... Телефон здесь, я остался. Обязательно все заберу, потому что сейчас, когда у муниципалитета будет возможность распоряжаться землей, и эти полномочия перейдут в собственность муниципалитета, возможно действительно посмотреть, и может быть даже по некоторым школьным территориям, возможно, какие-то будут подвижки с учетом, например, установки в ней спортивной площадки. Я могу сказать, что на протяжении последних лет мы ежегодно по 5, 6, 8 спортивных площадок ставим, но за долгие годы они были разрушены практически до основания, мы начинали практически с нуля. Нам очень сейчас активно помогает Министерство спорта, они ежегодно ставят в наших школьных дворах спортивные площадки. Вот в этом году уже согласованы площадки семи школ, и уже работа вот буквально начнется. До этого еще несколько таких площадок было поставлено, и заявочный принцип здесь действует, то есть руководители учреждения, здесь надо мне поговорить с директором, подают такие заявки, осматривается место, и если все это позволяет, включается в заявку, конечно нет гарантии, что все, кто хотел бы спортплощадку иметь в течение следующего года, например, ее получат, но тем не менее год-два там тоже небольшой срок, будем надеяться, что и к чемпионату мира по футболу как можно больше спортивных сооружений будет на территории города, и в том числе нам повезет и для школьных наших дворов. А вот эта идея с тренерами такого местного значения, общественной, да, она прижилась, сохраняется или нет? Как у нас обычно бывает, водится, потом немного времени проходит, и все распадается. Вы знаете, у нас очень здесь такая общественность заинтересованная вот в такой работе, в использовании спортивных площадок, в том числе и при школе для всего населения микрорайона, и они нам не дают, в общем-то, скучать и не дают нам здесь расслабляться. Была такая договоренность, что школы города распахнут свои двери для всех жителей микрорайона, но для того, чтобы это произошло, нужны были вот люди, тренеры, общественники, которые могли бы и с детьми, которые просто во дворе собираются, да, и может быть даже и не совсем с детьми, а может быть даже где-то студенты, но все равно какую-то оказывать, ну, по крайней мере, для того, чтобы поле содержать тоже в чистоте, да, и для того, чтобы его сохранить, здесь, конечно, и для того, чтобы маленьких детей получить, и приходят и родители с детьми, вот такие тренеры-общественники начали свою работу. Эти ставки департамент спорта выделил, они же и контролируют эту работу, и, как вы знаете, как любые специалисты, как любые люди, мы можем привести примеры в школах, где очень хорошо начали такие тренеры работать, взаимодействовать прекрасно. От человека, от специалиста, да. В том числе, да, в том числе, но мы контролировали очень в этом году жестко, у нас, я говорю, нас критиковали очень сильно в свое время по льду, потому что мы поздно заливали катки, да, а директорам было очень сложно перестроиться, потому что когда у тебя, ты 15 лет директор, у тебя никогда не было спортивной площадки, не было обезнательств, и ты даже не понимаешь, сколько на это надо денег потратить. И времени. И где найти эти услуги по заливке. Ты думаешь, что ты просто пришел и палил, а оказывается, что это совершенно все не так. И вот за последние два года в силу вот такой жесткой, знаете, жесткой критики, мы, конечно, здесь большое усилие приложили, но учились. В этом году уже хорошо работали спортивные площадки. Вот совсем недавно говорили о нормах ГТО для учащихся. Вот это обязательно или нет? Или пожелание? Вот как с этим разобраться? Ну, это тоже процесс, конечно, который постепенно вводится. Сначала, безусловно, мы нормы ГТО и сдача норм ГТО, конечно, они были, ну и сейчас еще пока добровольные. Но у нас сейчас, так как спорт действительно в приоритете, у нас и спортивные школы за это взялись, и во многих школах. Здесь тоже зависит от активной позиции учителя физкультуры, от его желания. Вот ждем значков. Обещали даже в этом году, что часть вузов будет добавлять баллы, может быть, за наличие такого значка ГТО. Ну вот, Министерство спорта федеральное должно нам эти значки прислать. Это интересная тема. Уже будут первые обладатели. Действительно, тема спорта стала такой лидирующей. Вот во вторник президент Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. И, значит, тезис молодежь необходимо вовлекать в занятия спортом. И видно, что уже что-то делается. И разница колоссальная в сравнении с тем, что было еще лет пять назад. Это очень заметно. Следующая реплика. Нужно провести ревизию во всех школах по спортивным площадкам. Вот планируется такое? Да, да, конечно. Она есть. Она существует, такая ревизия. Мы точно знаем, в какой школе, в каком состоянии спортивная площадка. В какой школе позволяют условия. Потому что у нас есть площадки, которые, например, стоят, когда-то были поставлены под какими-нибудь тепловыми вот этими колодцами. И это уже для нас проблема. Или площадка, где трудно провести освещение. Или площадка, где у нас есть проблемы с жителями, где очень маленькое расстояние до ближайшего дома. И жители нас обычно за это, так сказать, по головке не гладят, потому что там шумно до вечера. И все они давно уже подвержены такой ревизии. Даже мы понимаем, где можно 20 на 40 поставить площадку, где площадка 40 на 60 будет ставиться. Вот вы сказали, что очень много заявок на такие площадки. А какой приоритет? Вот кому в первую очередь вы отдадите предпочтение и окажете содействие? Да, я расскажу, как это уже происходит. Потому что принципы везде, из года в год, они одинаковые. Что стоит на первых позициях? Ну, во-первых, конечно, это условия. Это понятно, что должны быть условия для такой площадки, чтобы там можно было поставить большую площадку. Чтобы благоустройство можно было сделать. Чтобы это было недалеко до соседнего дома. Вернее, наоборот, подальше. Это первое. Второе условие – это, конечно, наличие каких-то существующих уже спортивных секций, кружков и так далее. Третье условие – это количество детей. Чем больше детей в школе, тем больше шансов получить в школе спортивную площадку. Но при этом есть своя программа для школ отдаленных, которые, может быть, и не имеют большое количество детей. Но сами по себе являются единственным, так скажем, культурным центром в каком-то большом микрорайоне, где рядом ничего нет. То есть понятно, что такие школы тоже у нас идут в отдельном приоритете. Ну и, конечно, это воля, административная воля руководителя. Его умение делать все быстро, четко, вовремя оформить документы, вовремя сделать проектно-смертную документацию, контроль осуществить за подрядчиком. Это тоже немаловажно, потому что бывает, что мы отдаем деньги, строим площадку, и потом видим, что руководитель, в общем-то, мог бы и более активно отслеживать все то, что происходит на этой площадке. Продолжаем тему спорта. Она стала основной сегодня в нашей беседе. Тамара Николаевна интересуется. На территории школы мы хотим сделать спортивную площадку сами, и кому нам обратиться, кто может помочь это сделать? Школа номер 18. Инициатива жителей. Да, департамент образования, естественно. Ну, они могут сначала прийти к директору, поговорить с директором, а она уже выйдет на нас. Либо сразу они могут позвонить нам по телефону 332-32-50, это приемный департамент образования, сказать о том, что они хотели бы встретиться по поводу строительной спортивной площадки, и в ближайшие дни, скажем, мы можем пообщаться. Это, конечно, замечательная инициатива. У нас есть несколько спортивных площадок при школах, которые построены инвесторами. Ну, это действительно. И на проспекте Ленина у нас есть площадка на самом сквере, которая тоже у нас построена инвестором. И в 92-й школе у нас такая площадка. И в школе Екатылык у нас такие площадки. Это площадки, которые ни департамент, ни Министерство спорта возводило, а это вот именно благотворительные были проекты. Их несколько. И я думаю, что те, кто вложил в это деньги, с удовольствием наблюдают, как с утра до вечера там дети, как она не пустует. У нас вообще не пустует, конечно, спортивные площадки никогда. Да, ну это замечательно. Еще одну тему все-таки хотелось бы сегодня затронуть. В школах есть ставка сегодня специалистов, педагогов, психологов. Вот насколько они востребованы, наверное, востребованы, и будет ли расширение в следующем году вот этих ставок? Потому что проблем все-таки в школах много, вот с такой точки зрения коммуникации и так далее, отношений. У нас вообще, безусловно, дефицит существует вот таких специалистов. И специалистов, и ставок существует тоже дефицит. К сожалению, вот нормативное финансирование, у него много плюсов, но есть и свои минусы. Среди минусов это, конечно, порой вот мало, можно, не так много возможностей для того, чтобы выделить ставку именно под психолога, или вот под логопеда, или под социального педагога. Вот все вот эти категории специалистов таких, они очень востребованы, но при этом, конечно, тут немножко остаточный принцип действует. Как мы выходим из ситуации? Во-первых, у нас есть три городских психологических центра, и там очень хорошие собранные кадры, и они готовы, конечно, понятно, что это не совсем заменить нельзя, но, тем не менее, в выездном таком формате они бывают в школах много. У нас есть областной тоже психологический центр, они нам помогают. Мы сотрудничаем активно очень с педуниверситетом, с психфаком, потому что и кафедра сюда подключается, студенты привлекаем, да. Вы знаете, хочу сказать, что психолог в школе очень нужен и педагогам в том числе. Да, вот про это. У нас недавно была конференция для педагогов, которые были награждены за военно-патриотическую работу в школах к 70-летию Победы, и один из семинаров, который мы проводили, конференция была несколько дней, это была тема эмоциональной выгорания педагога, проводили психологи. И по результатам потом мониторинга вот этой конференции, это было самое рейтинговое мероприятие всей конференции, хотя мероприятий было очень много, они все были чрезвычайно интересны, поэтому, конечно, психологи нужны нам. Да, и еще уточнить, вот остается у нас буквально две минутки. Воспитательная функция педагогов на летнее время, она какая основная? Потому что во время образовательного процесса она и по времени больше, а вот на лето какие задачи ставятся перед педагогами? Ну, вообще на лето особенно обостряется функция наша, которую я бы назвала так, сохранение жизни и здоровья, потому что лето таит в себе, конечно, много угроз, и мы всегда говорим педагогам, что самый главный результат из здоровительной кампании это чтобы все дети были живы и здоровы. Для нас это самое главное, потому что улица таит в себе массу неожиданностей, свободный ребенок, ребенок, у которого уже нет того как бы жесткого режима дня, он, конечно, подвержен огромному количеству, числу опасностей. Ну и, конечно, вторая функция педагога, я думаю, это эмоциональную сферу ребенка, вот радость вообще от того, что ты живешь на свете, ощущение того, что лето дано для общения, для того, чтобы заняться любимым делом, напитаться вот этими положительными эмоциями, которые, ну, хотим мы этого или не хотим, в школе все-таки элемент насилия велик, и вот главная задача педагогов летом уйти, так сказать, от насильственных подходов и хорошо отдохнуть. Спасибо большое. Желаю вам хорошо отдохнуть, несмотря на занятость, на вас. Но у нас лета жарко и очень, да. Спасибо большое за то, что пришли ответить на вопросы телезрителей. Спасибо вам за внимание. Все, хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok